Новый год – это любимый зимний праздник взрослых и детей. Время долгожданных подарков и поздравлений. Вот и киноконцертный зал «Панорама», а также медиал-холдинг «Тверской проспект» объявили конкурс детского рисунка «Новогодний герой-2023». Поучаствовать в нем могут дети до 14 лет, отправив организаторам свои творческие работы с 12 по 16 декабря. О подробности расскажет наш корреспондент. Конкурс направлен на популяризацию творческой деятельности детей, повышение интереса к детскому творчеству, а также на поддержку талантливых детей, эстетическое воспитание и вовлечение юных художников занятий изобразительным искусством. Семья Метлицких уже вовсю готовится к конкурсу. Мама признается, что в подобных мероприятиях дети участвуют не первый год. Мы вообще очень творческая семья. Любим и рисовать, и мастерить, и с деревом заниматься, и в походы ходить. Поэтому, когда узнали, что будет такой конкурс, решили сразу в нем поучаствовать, и чтобы нам было просто приятно, и получить, наверное, какие-то призы или подарки. Детям под Новый год интересно получать сюрпризы. Отправить заявку на конкурс можно по QR-коду, который расположен на экране. Стоит лишь навести на экран камеру своего телефона. Дети Миши и Ксюша уже вовсю настроены на победу. К конкурсу относятся серьезно, рисунок продумывают до мелочей. Ребята хотят отправить сразу несколько работ. Я рисую солнышко, и еще вот такой песочек и небо зеленое. А почему именно небо зеленое? Ну, потому что это сказательная страна. Ой, прикольно. А какой твой самый любимый новогодний герой? Если 100, Дед Мороз. Ой, замечательно. А ты ждешь подарка от Деда Мороза? Конечно. А уже писал ему письмо? Конечно. Я рисую какое-то загадочное небо. А почему именно это ты решил рисовать? Что в голову пришло, ты начала рисовать. А какой твой новогодний герой любимый? Наверное, заяц. На сайте Панорама.Про до 26 декабря вместе со своим ребенком вы сможете отправить заявку на конкурс. А итоги будут подведены 27 декабря 2022 года на этом же сайте. Субтитры сделал DimaTorzok